Ребят, всем привет! Вы на канале Z-Tiger. Сегодня в этом выпуске я расскажу, как быстро научиться варить американкой или бабочкой, как ее еще называют. Расскажу и покажу все настройки и что нужно для того, чтобы варить американкой. Ребят, достал пластину, на которой до этого варил, показывал студентам. Приходили к нам студенты, учились. Показывал им и также коллеги интересовались, с кем я работаю. Здесь осталось кусочек, здесь еще два шва можно положить. На этом свободном месте я покажу вам и постараюсь подробно все рассказать, чтобы вы могли попробовать и чтобы у вас получилось. Я надеюсь, что у вас получится. Если у вас желание есть, у вас обязательно получится. Что нам понадобится для сварки американкой? В первую очередь, это аргон-дуговой аппарат, это, понятное дело, горелка. Главное, чтобы она гнулась, ребят, неважно какая горелка, главное, чтобы она вот так вот гнулась. Если она не будет гнуться, просто вам неудобно будет варить. Вы будете вот этим местом, где горелку держат обычно, вы будете упираться или вот это вот место вам будет мешать. Поэтому горелку гнут, чтобы ей удобно было, во-первых, катать, и во-вторых, чтобы она вот здесь вот нигде не упиралась. Потому что на самых интересных местах обычно бывает упрется, и вам дальше шов не проложить. Приходится останавливаться и как-то, в общем, выходить из этой ситуации. Что нам еще надо? Нам нужно сопло. У меня стоит восьмерка. Я всеми соплами катаю, мне без разницы, какое сопло. На данный момент у меня стоит восьмерка. Вот, для новичков я рекомендую десятку. Десятка, она пошире, побольше, и у нее шаг больше. Новичкам полегче будет научиться. Вот, но если нет такого сопла, учитесь на восьмерке, ну, какое есть, в общем, под рукой. Я вам сейчас покажу, вы попробуйте также повторить. Вот. Вольфрам 2.4, золотой. Желательно, чтобы он был острый. Вот. Чтобы у вас шов ложился ровно, да. Вот. И у меня получается линзовое сопло. Давайте пройдемся по настройкам. Нужен постоянный ток. Вот он, DC. Постоянный ток. Вот эти вот волны нам не нужны. Это на переменку используется. Дальше мы идем, вот. Я на 4 такта ставлю, потому что нажал кнопку, опустил, и все. И варишь, и не паришься. Чтобы палец, ну, все время не держал кнопку, как на двухтактном. Погнали дальше. Ну, здесь у нас все, здесь у нас высокочастотный стоит, постоянная дуга, 143 ампер. Вот. Я бы побольше поставил ампераж, но чтобы вы видели, как я катаю американку, поэтому я поставил поменьше ампераж, чтобы быстро не сварить. Нам больше здесь ничего не надо. А, нужно еще постгаз, чтобы у нас вольфрам остывал. Ну, и после сварки, чтобы у нас шов остывал в конце, я поставил 7,5 секунды. Вот. Больше нам тут ничего не нужно. Выставляем 15 литров. Нам этого достаточно будет. И еще, ребят. Хочу подсказать и упростить вам задачу при сварке американки. Кто-то валит вот так вот. Да. Соответственно, у нас горелка болтается по полу. И она тяжелая, в общем. Тянет вниз. При каждом движении она у нас тянет вниз. Это неудобно. Вот. Поэтому я рекомендую, да, сейчас я возьму как-нибудь одной рукой, если получится. Вот так вот. Оп. Вот. Получилось. Обвернул. Вокруг руки. Через руку перекинул горелку. Вот. Я взял. И берем, варим. Опять болтается, видите, ребят. Внизу чуть-чуть. Это тоже неудобно. Теперь берем всю горелку. Ну, где-то метр-полтора. Оставляем. Вот так вот. Взяли. Повесили. У меня вот здесь крючок. Вот такой. Я сюда повесил горелку. Чтобы он меня висел вот так вот. Около где-то метра. Да? Чтобы он меня не тянул и свободно висел. Вот. Так вот взяли. Теперь смотрите. Теперь мы берем, упираемся. Все. Горелка в разы легче. И вам будет легко и удобно катать американку и научиться катать. Вам ничего не будет мешать. Вот. Берите вот так вот горелку. У меня вот палец на загибе. И четыре пальца снизу. Чем ближе вы к соплу, тем легче. И лучше вы будете владеть ванной и горелкой. Это я вам сто процентов говорю. Что еще? Многие, да, опытные там, не знаю, тоже. Они берут и показывают, что вот так вот надо варить. Вот. Вот так вот взяли, руку расслабили и все. И пошли. Вот за эту часть, за нижнюю. Так неудобно, ребят. Попробуйте мой способ. Вот. Так вот взяли. Палец сверху. Пальцем просто верхним прижали. Все. А нижним просто придерживайте горелку. И вот такими движениями сейчас. Раз. Два. Раз. Два. Так, чуть-чуть. Блин, тень попадает. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот. У меня получаются вот такие вот овальные круги. Вот я вверх поднимаю, а потом ухожу вниз и опять вверх поднимаюсь. И все это получается вот такой вот быстрый овальный круг. И чаша ходит сама. Если вы поймете, как сделать овальный круг, у вас чаша будет сама ходить. Постарайтесь повторить, и я надеюсь, у вас получится. Есть еще простой способ. Вы берете вот так же горелку и просто, как на мотоцикле, газ. Ну, типа, газ даете. Вот, смотрите, я просто буду газ давать и быстро. Чуть-чуть давим на горелку. Она у нас ходит. Ходит мелким, мелким, мелким шагом. Очень маленьким шагом, поверьте, вот этот способ, он рабочий. И вы научитесь таким способом варить мелко-чешуйчатой американкой. Вот. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Чисто газ покрутили, опустили, покрутили, опустили, только быстро. И овал, пошел. Раз, 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 раз. Давайте теперь сварим, ребят. Покажу, как это в деле. Глаза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, сейчас сварим второй способ, который я показывал, быстрый. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чем чаще будете пробовать, тем быстрее вы научитесь, ребят. Поэтому я желаю всем сварщикам красивых швов, здоровья. И в следующем видео я покажу, как варить американку в вертикальном положении. Всем удачи, всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...